Традиционная губернаторская планерка прошла в новом формате. За столом совещаний в культурно-деловом центре Арктика, помимо представителей органов власти, собрались руководители инфраструктурных предприятий округа, Наринмарского авиапредприятия, электростанции, Наринмар-Дорвимстроя, Наринмарстроя, а также руководители Ненецкой нефтяной компании и Ненецкой окружной больницы. Участники планерки обсудили текущее финансовое состояние предприятий и перспективы развития на ближайшее будущее. Так, например, о работе Наринмар-Дорвимстроя отчитался новый генеральный директор Евгений Елисеев. Финансовое состояние предприятия оставляет желать лучшего. За первые полугодия убыток уже достиг почти 45 миллионов рублей. В сравнении за прошлый финансовый год потери составили 21 миллион. Основные причины – это два контракта, которые были предприятием, были на торгах. Это и Весочная дорога, и благоустройство микрорайона Старый Аэроборт. Оба объекта на сегодняшний момент строительства прекращены, приостановлены. Сейчас разбираем в дальнейшем, что с ними делать. Еще одним убыточным предприятием, вызывающим беспокойство, является ресторан «Арктика». Он входит в структуру ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» и переносит убытки. За первые полугодия 2014 года они достигли 5,5 миллионов рублей. Глава региона потребовал в течение недели решить, нужен ли ресторан городу и предоставить альтернативные варианты его использования. Свои коррективы в деятельность агропромышленной компании вносят и несоответствующие сезону погодные условия. «Единственное, что сегодня мы не можем, нам не дают погодные условия, мы не можем начать сенокосную компанию. В прошлом году на данную дату было заготовлено 22% кормов, в этом году мы еще не выезжали. На лугах стоит вода, холод, выезжаем, планируем только 2 дня выезжать». Также в ходе заседания глава региона Игорь Кошин поручил разработать программу комплексной модернизации коммунальных систем Наринмара и поселка Искателей. «Нам нужна программа комплексной модернизации коммунальных систем города Наринмара и поселка Искателей, которая включает в себя проект реконструкции модернизации систем тепловодоснабжения, канализования, водоотведения, очистки стоков, сборы и утилизации ТБО». Кроме того, Игорь Кошин поручен подготовить программу реконструкции и строительства уличной дорожной сети города и поселка. При этом необходимо предусмотреть реконструкцию, капремонт, а также содержание существующих дорог, реконструкцию дороги на поселок Красное, проект объездной дороги в городе, проект осметную документацию дорог в микрорайонах улицы Авиаторов и Старый аэропорт, а также новый проект автодороги Наринмар-Тельвиска. Константин Канев, Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Нет, на данный момент мы оказываем шли.